Наш глаз это сложная оптическая система И роговица является самой внешней оптической сферой нашего глаза Она как выпуклое часовое стекло покрывает наш глаз снаружи В норме роговица блестящая и прозрачная Но в силу тех или иных причин, о которых мы поговорим чуть позже Роговица мутнеет и возникает так называемое бельмо У нас в гостях пациентка, которая не понаслышке знакома с этим диагнозом Она перенесла 4 операции по поводу помутнения роговицы Встречайте, Любовь Васильевна, давайте ее послушаем Доброе утро, Любовь Васильевна Пожалуйста, присаживайтесь Любовь Васильевна, мы очень рады видеть вас у нас на передаче Расскажите, пожалуйста, когда у вас начались проблемы со зрением У меня со зрением началось с детства С детства у меня воспалилась роговица Вот я долго лечила Обращались с родителями там в разные полиплиники Но в то время не делали еще таких операций по пересадке роговицы То есть оно, это заболевание тяжело протекало? Конечно, глаза воспалялись весной и осенью То есть это было хроническое заболевание, получается, воспаление? Ну, скорее всего, так, да Вот если попытаться представить, как живет человек с детства с таким диагнозом Это, я не знаю, смотреть сквозь какой-то туман на мир Это можно себе представить, когда человек видит 100%, а потом раз ему, допустим, надели какую-то там марлю, допустим И человек сразу поймет, насколько тяжело, когда человек плохо видит Я сказал, что вы перенесли 4 операции В каком возрасте и каков результат этих операций был? Если, так, если я не знаю, насколько это понимаете, если глаз увидел, допустим, там 3 сутки После этого он увидел там 20-30% Для меня это был хороший результат Это результат появился сразу после первой операции? Да А почему вы стали делать вторую и третью операцию? Ну, прошло время, так как, видно, это все-таки хроническое заболевание Роговица опять ножка помутнела И я опять сделала операцию А теперь поподробнее Что же за врач вам помогла и практически вернула зрение? Зинеда Ивановна очень замечательный врач На вид строгая Но очень внимательный и очень ответственно относится к своим, так сказать, больным Внимательный И тоже, Наташа, не жалеет, но требует, чтобы мы ее понимали Слушались во время операции Это очень у себя сложно Потому что операции сложные Она протекает очень длительное время И конкретно меня, если меня пожалеть Я это очень трудно буду переносить Меня надо даже поругать во время операции Почему? А потому что вот я начинаю нервничать Она говорит, смотри туда И так, не моргай Не веди глазом там Право-лево Делай, как я тебе сказала Ну что ж, давайте узнаем Что же это за врач Строгая она, добрая и справедливая А может быть, все вместе Итак, встречайте Доктор медицинских наук Профессор, заслуженный врач России Заведующая отделом трансплантации и хирургии Роговицы МНТК микрохирургии глаза имени Федорова Зинаида Ивановна Мороз Ваша врач Встречайте, пожалуйста Проходите к нам Ваша пациентка Доброе утро Доброе утро Зинаида Ивановна Ну, доброе утро еще раз Доброе утро, Борис Слушайте, у меня у меня такая же строгая Да, наверное Расскажите, пожалуйста В чем была проблема Любовь Васильевна? У Любови Васильевны Очень большая была проблема Не просто помутнение роговицы А в сочетании с катарактой Поэтому, как говорят Три в одном флагоне Я сделала пересадку роговицы На одном глазу и на втором Вместе одновременно удалила хрусталики На этих глазах И поставила на их место Имплантировала искусственные хрусталики Три операции сразу И у нас есть возможность показать слайд На котором показаны глаза Любови Васильевны до операции и после Внимание на экран Вот так выглядит помутнение до операции Помутнение, тотальное помутнение роговицы Роговицы полностью мутны И выглядит так глаз после операции Вы видите, здесь еще даже видны швы Это глаза Любови Васильевны? Да Ну что ж, я считаю, что можем Поаплодировать за четвертый раз Любови Васильевны, мы желаем вам здоровья Мы очень рады, что вы нашли своего врача Мы стоим говорить о том, что пациенту Очень важно найти своего врача Который сможет ему помочь Счастья, здоровья вам И отпускаем вас Спасибо Я бы хотел, чтобы мы рассказали о том, что же такое помутнение роговицы Какие причины способствуют нарушению проницаемости роговицы Вы очень хорошо вначале сказали, что она гладкая, блестящая и прозрачная Через которую проходит Она очень важная среда Через которую проходит свет внутрь глаза И вот после каких-то заболеваний Целого ряда Какие? Давайте перечислим Ранения и ожоги Это самое тяжелое Это травма Вирусные и бактериальные кератиты Это воспаление Язва роговицы Даже фистулы роговицы бывают Дырочка в глазу, когда возникает роговица Ну, кератогонус, кератоглобус Вот у нас бельмо часто ассоциируется с пожилым человеком Да, часто встретишь пожилых людей с помутнением роговицы Это какое-то деструктивное возрастное изменение Бывают и возрастные Когда усиливается процесс Или воспаление бывает уже с возраста А вообще это удел всех несчастных людей Которые как-то или чем-то заразились Или что-то случилось Там ожог, травма, я говорила, проникающая Это может быть в любом возрасте Чаще всего проникающая в молодом Зинаида Ивановна, у нас есть слайд Который наглядно иллюстрирует различные виды помутнений Да, пожалуйста Внимание на экран Давайте посмотрим, а вы прокомментируете Пожалуйста Страшное кино Вот второй глаз в центре Это рубец роговицы После проникающего ранения Вся роговица И вы видите там темное пятно Это отсутствие радужной оболочки То есть через эту рану вылетела радужная оболочка Хрусталик вылетел И все надо менять Делать пересадку И менять хрусталик И реабилитировать новый Последний глаз Это четвертая стадия кератоконуса Она тоже заканчивается помутнением Центральным помутнением роговицы Это бельмо после кератита Слева Тоже кератит А это фистула роговицы Язва была и стала фистула роговицы Видите около края роговицы Большой водянка такая И она пропускает жидкость Ну и внизу тоже типа кератита было Теперь давайте поговорим о лечении Существует два основных вида хирургического лечения Давайте расскажем Совершенно правильно В настоящее время существует два основных направления В хирургии роговицы Это кератопластика Это пересадка донорской роговицы И кератопротезирование Это, как говорят, искусственная роговица Это более сложная часть лечения Из чего состоит искусственная роговица? Давайте посмотрим на экран У нас есть слайд, а вы прокомментируете Какие больные отбираются для кератопротезирования? Это прежде всего больные с сосудистым и ожоговым бельмом Сосудистая и ожоговая бельма Вот вы видите два верхних слайда Сосудистая и ожоговая бельма И сосудистая бельма Тоже обычно после ожога Кератопластика при таких бельмах неэффективна Ее нельзя делать ни при каких обстоятельствах Только в лечебной цели А внизу вы видите два глаза с кератопротезом Что это такое? Видите, прямоугольные формы Из титана Это очень инертный материал Два больших окошечка в них Для чего? Для того, чтобы каль прорастала Роговицы и бельма через них И удерживала лучший протез И питала передний слайд И в центре ввечивается вот такой оптический цилиндр Он равен или 40 диатреев, если только роговицу меняем Или 60, если меняем и хрусталик И как вот аппарат, и больной все видит Я попрошу вернуть слайд, на котором показан результат кератопротезирования Вот внизу бельма ожоговая и глаз с кератопротезом Конечно, косметика страдает Но когда человек не видит вообще, то ему не до косметики Второй тип хирургической помощи, давайте о нем расскажем Второй тип, это первый Потому что кератопротезирование началось в 50-е годы прошлого столетия Очень ограниченное количество врачей занимается этим А кератопластика, это уже более широко распространенная операция Кератопластика, это обязательность с применением донорского материала У нас есть сюжет о том, как проходит операция по кератопластике И давайте посмотрим Вот, трепанация, сначала кольцо пришивается, это для депутации глаза Трепанация, трепанируется отверстие от 7 до 8,5 миллиметров Хрусталика у больного уже нет И вот я имплантирую искусственный хрусталик Эта линза разработана в институте Т26 К сожалению, другую линзу, которая более современная Ее нельзя здесь имплантировать, потому что тут нарушено все И нет хрусталика, нет капсулы его Нет мембраны, которая отграничивает стекловидное тело На донорском глазу выкраивается такой же трансглантат Точно такой же И перекладывается на глаз больного И пришивается Ниточкой, которая называется 10.0 нейлон Очень тонкая, она не видна Глаз, конечно, не очень симпатичный получается сразу после Вот на столе, потому что вы видите Но на второй день он совершенно роговица прозрачная И человек уже начинает что-то Но термин кертопластика используется донорский материал, вы сказали Я так понимаю, что это человеческий донорский материал? Да, человеческий, это ткань, ее разрешается по нашим законам Ну, ткань от умерших людей Да, в Америке, например, даже священники призывают людей, чтобы каждый имел бумажку, что я готов расстаться со своими органами после смерти У нас это, к сожалению, менталитет очень совсем другой И я призываю, чтобы вы каждый после нашего сюжета своим родственникам, близким сказали, что вы должны помочь им после, если наступит такое, что смерть Поэтому это надо обязательно пропагандировать при каждом удобном случае Потому что людей, которые нуждаются в вашей помощи, очень много Раньше я делала по 8, по 6 операций пересадок в день Представляете, сколько? А сейчас одну неделю А я могу больше? А сейчас все? А сейчас все могут больше в моей хирурге? Ну, нет материала Нет материала? Нет материала Иногда приходит, но, к сожалению, плохой И мы не можем пересаживать Мы же отбор большой делаем Мы смотрим его через черевую лампу Мы смотрим его в клетке считаем эндотелиальные И обязательно исследуем кровь На гепатит, В, С, С, СПИД и сифилис На все это мы смотрим И часто глаза, к сожалению, непригодны приходят Ну, мы можем только пожелать пациентам, которые ждут донорского организма терпения Вам мы говорим большое спасибо за ваш труд За ваш ежедневный труд И за спасенное зрение ваших пациентов Спасибо вам большое Дорогие телекрители Берегите свое зрение Спасибо